Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о такой неотъемлемой части для моряка, как профотбор. С профотбором я сталкивался с 17 лет, с тех пор, как поступил в Морскую Академию в Одессе. И периодически, каждый год проходил перед каждым рейсом, и проблем, особенно больших, не возникало. Но последний момент, можно сказать, на последнем профотборе, меня подкосили и, можно сказать, заставили сделать операцию, вырезать желчный пузырь. Те, кто подписан в мой телеграм-канал, об этом знают, я там рассказал. Я должен был быть уже два дня назад, как на пароходе, на новеньком, и бороздить просторы Мирового океана. Сейчас я прихожу в себя и продолжаю снимать видео. Посмотрим, чем это закончится. Ну что ж, нашел я статью по этому поводу. Может, она, конечно, будет немножко отличаться от моего мировоззрения. Я думаю, что у всех моряков громадное количество опыта по этому вопросу. Поэтому оставляйте комментарии, так как все сталкивались с этими проблемами и трудностями, в том числе, так же, как и я. Так что, очень хотелось бы видеть ваши комментарии по этому вопросу. Ну что ж, поехали. Ссылочку на статью я, как всегда, оставлю в описании к видео. Что такое профотбор? Сегодня поговорим о медицине. В жизни каждого молодого человека, решившего связать свою жизнь с бескрайними морскими просторами, рано или поздно возникает такой же вот трепещущий момент, когда необходимо откровенно пообщаться с задумчивыми людьми в белых халатах. Впервые это происходит, когда, будучи гроза морей и механизмов, собирается поступать в морское учебное заведение. Но та банальная медкомиссия нас интересует мало. Гораздо интереснее момент, когда человек собирается в свой первый рейс. Неважно, практика ли это, или внезапно свалившаяся удача прямо с курсом матросов-мотористов попасть на работу в офшор. Перед получением первого рабочего диплома, помимо грандиозных усилий по борьбе с преподавательским составом и экзаменами, придется прийти в медкомиссию или профотбор, как величественно называют его сами медики. Это неизбежная процедура. Проводят профотбор для плавсостава сертифицированные медицинские центры на базе действующих больниц и поликлиник или частные лавочки, коих развелось по всей стране более чем достаточно. В одной только Одессе таких заведений по свидетельствованию плавсостава более десятка. Основная цель таких центров, помимо отъема денег, это вполне законное требование проверить здоровье моряка, нет ли противопоказаний для работы на судах торгового флота. Некоторые особо продвинутые части бюрократии и жадности крюльевое агентство требуют от моряков проходить профотбор в строго определенных медицинских учреждениях, игнорируя наличие у моряка честно выстраданной медкомиссии, например, в родном Николаеве. В чем причина? Иногда это оправдано, ибо необходимо пройти медкомиссию для работы на судах под конкретным флагом – голландский, немецкий. Далеко не все медцентры имеют благословение выдавать медицинское заключение для работы под такими флагами. Но в большинстве своем все просто как карандаш. Прикормленное руководство центров делится частью гешефта скрюлинговой компании, ведь моряк в их понимании – это дойная корова. Центры выдают медицинские документы международного образца годности моряка к работе. К сожалению, свидетельство действительно ровно год, в редких случаях два. И через год процедура повторяется вновь. Все происходит по обычному сценарию. Ранним утром натощак, прихватив с собой пару фотографий, паспорт моряка, пациент, будем так его называть, попадают в крепкие объятия людей с медицинским образованием. Посетив регистратуру, моряку выдают медицинскую книжку, если таковой не имеется, и длинную бумажную простынь, на которой будут указаны, каких врачей следует посетить, номера кабинета, приемные часы, какие анализы нужно сдать, и сумма, которую необходимо пожертвовать в кассу. После оплаты медицинских услуг начинается нелегкий, но очень увлекательный и запоминающийся вояж по кабинетам медицинского центра. Стоит отметить, что обычно в медицинских центрах на профотбор огромные очереди и нервная атмосфера. Поэтому, делая мысленно полный дзен, нужно не торопясь пробежать глазами список и определиться, какие врачи могут принять в ближайший промежуток времени и занять в эти кабинеты очередь, во все и сразу. Тогда появится шанс пройти медкомиссию относительно быстро. Какие врачи не спят ночами, а радеют денно и ночь на заздоровье нас, моряков горемычных? Хирург Обычно это всегда мужчина и обычно в возрасте, с проседью и грустью в глазах. Общение с ним заключается в нескольких каверзных вопросах, приседании и оголении тела на предмет выявления несоответствия количества конечностей увиденной картинки в медицинском атласе. Если пациенту немного за 30, то как бонус за выслугу лет, хирург дарит ему несколько волнительных секунд. Пациента просят наклониться и врач твердой дланью, вернее пальцем, неожиданно бодро и настойчиво проверяет моряцкий дымоход на предмет чего-то постороннего, возникающего от чрезмерных трудовых нагрузок. Вот откуда грусть у хирурга в глазах. Дерматолог На прием к милой женщине, а обычно дерматологи все милые женщины, необходимо идти только после анализа крови на всякую бяку. Дерматолог с маниакальным рвением потребует снять с пациента из подня и задумчивым видом изучит, что там находится у него ниже пупа, а также нет ли аллергии, твердого шанкра и прочих лишаев. Психофизиолог Странная должность По прескуранту наиболее дорогая, но по факту общение с психофизиологом сводится к фразе «Жалоб нет – свободен». И за что, спрашивается, пациент платит кровное? С недавнего времени в некоторых медицинских центрах посещение стоматолога стало необязательной процедурой. Почему врачи решили, что моряку будет вполне комфортно работать беззубым, остается загадкой. Хотя зубы надо ремонтировать самостоятельно, а не ждать заключения стоматолога на профотборе. Оголенный нерв напомнит о себе на месячном переходе и будут танцы. Окулист – адский персонаж, особенно для штурманов. Если зрение подводит, а очки купить не позволяет религия, то придется договариваться на месте, ибо зарубит профотбор, как пить дать. Окулисты – они такие коварные. Посещение лора также обязательно. Пациенту могут предложить прокатиться на велотренажере, а потом измерить ЭКГ – электрокардиограмму. И грустно, покачав головой, прийти к заключению, что с таким сердцем можно работать разве что в библиотеке, и то только по большим церковным праздникам. Флюорофия – также обязательное мероприятие. Не стоит забывать и о прививках. Какие должны быть, доктора обязательно расскажут. Но главное – это прививка от желтой лихорадки. Обязательно каждые 10 лет. Без нее на работу не берут. Только в каботаж дачников развозить. Своевременно необходимо сфокусировать свои мысли на сдаче анализов крови и мочи, так как без этих ненавязчивых процедур дерматолог, нарколог и терапевт вас не примут. Об анализах стоит сказать отдельно. Крови, моча, а вот тяжелую артиллерию с недавних пор отменили. С кровью понятно, необходимость как ни крути. Но есть еще такая диковинная штука, как драг-тест. Тест на вещества, изменяющие мировосприятие. Список впечатляет. Наличие некоторых веществ определяется в моче пациента. И хоть приседай, отжимайся на ушах и пей декалитрами пива, дабы разбавить выделение мочевого пузыря. Если согрешил, то наркоградусник расскажет доктору о вас много интересного. Заведует таким чудным прибором нарколог. Если на днях вы долго и настойчиво боролись со своей печенью, то это полбеды. А вот если вы, к примеру, подкид до волшебных шишек из Роттердама, то тут все значительно и трагичнее. Драг-тест будет для вас своеобразным камнем преткновения в процессе получения сертификата о профпригодности. Во-первых, марихуана – коварная штука. В моче обнаруживается в течение месяца после последнего употребления. И, во-вторых, это все-таки малоприятное и чаще всего глупое занятие оправдываться перед врачом за свои былые подвиги. Поэтому нужно думать, что употреблять, если на горизонте маячит плановая медкомиссия. Не следует обольщаться, что юный и трепетный возраст будущего моряка станет препятствием для врачей найти у пациента какой-нибудь неизвестной науке катастрофически опасный недух, грозящий тотальному истреблению всего живого в радиусе ближайшего микрорайона, включая главврача и участкового милиционера. Особо образованный врач-дерматолог, к примеру, бросив мимолетный взгляд на пациента, способна обнаружить у него жуткие паховые грибы, требующие срочного терапевтического вмешательства, тонну дорогих мазей и постельного режима. Или стоматолог, вывернув ротовую полость наизнанку, ставит уверенный диагноз о наличии подозрительных костных мозолей на нижних деснах. И если не принять срочных и безотлагательных мер, то морская карьера грозит неожиданно превратиться в сухопутную, доктора гарантируют. Все это потребует дополнительного обследования за счет пациента. Поэтому вот вам направление на более тщательное исследование ваших внутренностей, возвращайтесь к заключениям и мы продолжим беседу. С вас 100 рублей за диагноз, до свидания, следующее. Что было и в моем случае. В конце концов, если всех врачей пациент прошел удачно, где надо нагнуться и что необходимо раздвинуть, то как поощрительный приз его ждет встреча с терапевтом или наимудрейшим доктором на профотборе. Терапевт измерит давление, или если это давление подняли все вышеперечисленные врачи до этого, заставят вас посидеть в коридорчике, полчаса передохнуть, вдумчиво просмотрит выводы своих коллег по цеху и, если все в порядке, выдаст медицинский сертификат с серьезной печатью и подписью, как вариант вот такой, как на фото. Подобный сертификат дает право счастливому обладателю ОНОВА работать на иностранных судах в течение года с момента выдачи. Конечно, если случится жуткий облом и заключение пациент не получил, а на горизонте маячит кошерная работа, есть вариант купить профотбор, не напрягаясь через заинтересованных лиц. Но вот в последнее время все чаще крюринговые агентства проверяют легитимность медицинского сертификата. Так что проходить профотбор придется как ни крути, да и здоровье проверить лишним не будет. А через год все будет по новой. Ведь отныне моряки профотбор будут шагать по жизни, крепко взявшись за руки. Ну что ж, ребята, подписывайтесь на канал, на все мои соцсети, также на телеграм-канал одноименный. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и делитесь своими впечатлениями от профотбора и от медкомиссии. Надеюсь, у вас их очень много. Так же, как и у меня. Редактор субтитров А.Семкин